Домино Ах, какая тоска. Девочки переиграли во все игры на телефоне. И теперь не знаю, чем заняться. Скука смертная. Но эпическое появление Стиви меняет дело. У него в руках наследие от деда-игромана. Долой скуку, давайте играть в пазл пятнашки. Из пенокартона канцелярским ножом вырезаем квадрат по размеру коробки. Приклеиваем на него распечатанный портрет. Расчерчиваем пенокартон на квадратики. И разрезаем канцелярским ножом. Складываем портрет в коробку. Последний квадратик убираем, как в игре пятнашки. Какой странный пазл. Саманта вытащила изображение чьей-то челюсти. Нет-нет-нет, фигурки нельзя вынимать из коробки. По правилам нужно передвигать их местами внутри бокса и сложить в правильное изображение. У Джессики перепутались все части лица. Не спеши и подумай. Наконец, мы собрали эти пятнашки. Здесь оказалась фотография дедушки Стива. Так вот, кто автор этой игры. Подружки хотят играть дальше. Где Стиву взять новую игру? Конечно же, в телефоне. Он находит IQ Profi. И тут же превращает ее в реальность. Крупные бусины надеваем на зубочистку. Фиксируем суперклеем. Лишнюю зубочистку обрезаем. Шило нагреваем и прокалываем отверстие сбоку в крайней бусине. Вставляем в зубочистку. Надеваем бусину. Лишнее обрезаем кусачками. По такому же принципу составляем различные фигуры. Окрашиваем все детали разноцветными акриловыми красками. Упаковываем в коробочку. Что это за игра? Девчонки обожают яркие бусинки. Нужно сложить все детали в пирамиду. И чтоб все фигурки были на своих местах. Ребята складывают объемный пазл. Это нелегко, но очень увлекательно. Наконец, все детали сложились в пирамиду. Ура! IQ-тест пройден. У Саманты в руках какая-то косметичка. Но зачем? Джессика и Стиви хотят играть, а не поправлять макияж. Вот и отлично. Ведь в сумочке у Саманты логическая игра про хитрых жуков. На плотный картон наклеиваем распечатку игрового поля с жуками. Вырезаем. Делаем из картона заднюю стенку поля. На нее клеим магнитную ленту. С помощью термоклея сверху приклеиваем игровое поле. Заднюю стенку декорируем распечатанным изображением зеленой листвы. Декоративным скотчем закрываем стыки картона. Из плотного декоративного картона вырезаем заготовки фишек. С тыльной стороны приклеиваем на них магниты. Фишки крепим на игровое поле, закрывая ненужных жуков. Распечатываем карточки с уровнями и задачами игры. Два отрезка кожзаменителя склеиваем в чехол с помощью термоклея. Клеим липучки. И складываем внутрь игру. Саманта выпускает своих жуков на волю и объясняет правила. Нужно сложить комбинацию из жуков согласно заданию на карточке. И закрывать фигурами те изображения жуков, которые не нужны. У Стива получилось проворно собрать всех жуков из задания. Он жучиный король. Не спеши, сначала пройди второй уровень. Пока Стиви думал над судьбой жуков, Джессика быстро собрала всю комбинацию. Молодец, это достойная победа. Джессика – повелительница божьих коровок. Ребята вновь заскучали. Но Джессика вдохновилась печеньем. И кажется, придумала новую игру. А ну, дайте дорогу будущему игротеке. На листы картона накладываем распечатку игрового поля. Фиксируем биндерами. Не пишущей ручкой продавливаем силуэты дорожек. Тонируем картонное поле акриловыми красками. Когда краска высохнет, раскрашиваем дорожки по продавленным линиям. Разрезаем поле. Складываем детали игры в коробку. Крышку украшаем декоративным сердечком. Джессика возвращается с новенькой игрой. Посмотрим, что здесь. Правила просты. Нужно правильно собрать карточки и сложить цветной узор дорожек. Какая хорошая идея. Молодец, Джессика. Ребята увлеченно собирают радужную автомагистраль. У них получилась целая карта дорожек. Куда подевался Стиви? Он что, застрял на Северном полюсе? Так и есть. Стиви вернулся из Арктики и очень замерз. Но что он там забыл? Оказалось, Стиви отправился в экспедицию на Северный полюс за новой игрой. На плотной бумаге рисуем очертания моря и льдины. Море закрашиваем синей акриловой краской. Рисуем четыре игровых поля. Пятый лист расчерчиваем на квадраты. Накладываем сверху пленку для дизайна. И вырезаем по шаблону разные геометрические фигуры. На декоративный фоамиран цвета хамелеон клеим подложку из двустороннего скотча. Вырезаем форму рыбок. На место глаза клеим страз. Из блестящего белого фоамирана вырезаем фигурку медведя. Маркером прорисовываем детали. Из блестящего черного фетра вырезаем косатку. Белым акрилом добавляем пятна. Из фетра коричневых оттенков вырезаем детали человечка. Склеиваем фигурку жителя Севера. Дорисовываем детали маркером и акрилом. Из зубочистки и палочки для кофе склеиваем весло для человечка. Наклеиваем все фигурки на пленочные фишки. И выкладываем их на поле. Рыбы и человечек с веслом должны попасть в море. А белый медведь на льдину. Игру складываем в коробку. Ребята выкладывают все детали игры и складывают биосферу с северного полюса. Распределяем правильно фигурки морских жителей и белых медведей. Кто где обитает, в воде или на льдине? Пока Стиви отогревается после снегов, девочки уже выложили одно поле. Какая отличная игра, Стиви. Спасибо, что ради нее ты отморозил свой нос. Нам снова скучно, каждый занят глупыми делами. Вот бы найти хоть какое-то развлечение. Стиви предлагает показывать фокусы. Но его карьера иллюзиониста не удалась. Тогда Стиви решает показать настоящую магию. Ему понадобятся природные ингредиенты, большой чан и вера в себя. Смешиваем зелье. Добавим немного огня. Девочки застыли в предвкушении. Что задумал Стиви? Отважная Джессика отпускает руку в дымящийся чан и вынимает новую свежесваренную игру Тремино. Деревянную дощечку расчерчиваем на равносторонние треугольники. Вырезаем лобзиком с помощью взрослых. И шлифуем каждую деталь наждачной бумагой. У нас получилось 46 треугольников. В углах каждого треугольника акриловой краской рисуем точечную разметку по принципу Думино. Из фоамирана вырезаем название игры. Приклеиваем буквы на крышку крафтовой коробочки. Вот это да! Спасибо, Стиви! Правила игры простые. Нужно складывать дощечки с одинаковыми обозначениями по принципу Думино. У ребят получается отлично. Ребята вспоминают веселые истории, но неожиданно к ним приходит посылка. Что это за конверт со странной картонкой? Загадочные квадраты? Да нет же, это просто игра с удоку! Лист картона расчерчиваем на квадраты. Наводим границы маркерами. Из фоамирана вырезаем по 4 одинаковых геометрических фигурки. Выкладываем фигуры на поле. Ребята начинают играть. Нужно выставить фигурки на поле так, чтобы они не повторились в линиях квадрата. Это требует логических усилий. Но наша команда справилась. Молодцы! Саманта стала заложником игры лабиринта. Словно зомби, она катает шарики и ничто ее не отвлечет. Из поломанных настенных часов вынимаем механизм. Внутри вставляем заготовленные круги с фанеры. Закрепляем по периметру деревянными палочками для кофе. Внутри циркулем чертим окружности. Отрезок старого коврика для йоги разрезаем на полоски. Клеим их по линиям, как стенки лабиринта. Оставляем проходы. Кладем в лабиринт бусины. Собираем корпус часов обратно. Друзья пробуют разные методы отвлечения, но все бесполезно. Из зомби лабиринта просто так не выбраться. Песни, крики, ничего не помогает. Даже обморок лучшей подруги. Все напрасно. Саманта срослась с игрой. Ну же вернись к нам. Наконец, ребята с силой отбирают игру, но сами попадают в тот же капкан. Этот нехитрый лабиринт завладел всей компанией. Понравились наши логические игры? Тогда пиши в комментариях, в какую веселую игру ты сыграешь со своими друзьями. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые идеи для игр на канале Трум Трум. Трум Трум Трум. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok До новых встреч!